Сура Ибрахим, Авраам Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснение. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Он могущественный, мудрый. Мы отправили Мусу с нашими знамениями и повелели, выведи свой народ из мраков к свету и напомни им дни Аллаха. Воистину, в этом знамение для каждого терпеливого и благодарного. Вот Муса сказал своему народу, помните милость, которую Аллах оказал вам, когда спас вас от народа фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, зарезали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием или великой милостью от вашего Господа. Вот ваш Господь возвестил, если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим, а если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие. Муса сказал, если вы и все обитатели земли станете неверующими, то ведь Аллах богаты да стахвальны. Разве до вас не дошли вести о народе Нуха, о дитах и самудянах, и тех, кто жил после них? Никто, кроме Аллаха, не ведает о них. К ним приходили посланники с ясными знамениями, но они клали пальцы в рот и говорили, «Мы не веруем в то, с чем вы посланы, и нас терзают смутные сомнения относительно того, к чему вы призываете». Посланники говорили им, неужели вы сомневаетесь в Аллахе, Творце небес и земли? Он призывает вас, чтобы простить ваши грехи и предоставить вам отсрочку до назначенного времени. Они говорили, «Вы такие же люди, как и мы. Вы хотите увезти нас от того, чему поклонялись наши отцы. Привидите же нам ясное доказательство». Посланники говорили им, «Мы такие же люди, как и вы, однако Аллах одаряет своей милостью того и своих рабов, кого пожелает. Мы не можем явить вам знамения без соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха». Отчего же нам не уповать на Аллаха, если Он повел нас нашими путями? Мы непременно стерпим причиняемые вами мучения. Пусть же уповающие уповают только на Аллаха. Неверующие говорили своим посланникам, «Мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в нашу религию». Тогда Господь внушал им, «Мы непременно погубим беззаконников и поселим вас на земле после них. Так будет с теми, кто боится предстать передо мною и боится моей угрозы». Они молили о победе, и каждый упорный притеснитель оказывался в убытке. А впереди его ожидает гиенна, и поить его будут гнойной водой. Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет подступать к нему со всех сторон, однако он не умрет, ибо перед ним будут тяжкие мучения. Деяния тех, кто не уверовал в своего Господа, подобны пеплу, над которым пронесся сильный ветер в ветреный день. Они не смогут распоряжаться ничем из того, что приобрели. Это и есть глубокое заблуждение. Разве ты не видишь, что Аллах сотворил небеса и землю воистине? Если Он пожелает, то уведет вас и приведет другие творения. Это для Аллаха не составляет труда. Все окажутся перед Аллахом, и тогда слабые скажут тем, которые превозносились, «Воистину мы следовали за вами». Можете ли вы хоть отчасти избавить нас от наказания Аллаха? Они скажут, если бы Аллах наставил нас на прямой путь, то мы указали бы вам на Него. Но теперь нам все равно, будем ли мы горевать или будем терпеть. Нам негде укрыться. Когда дело свершится, сатана скажет, «Воистину обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне». Воистину беззаконникам уготованы мучительные страдания. «Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут введены в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно, с дозволения своего Господа. Их приветствием там будет слово «мир». Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. Аллах приводит людям притчи, быть может, они помянут назидание. А скверное слово подобно скверному дереву, которое можно вырвать с поверхности земли, ибо нет у него прочности. Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает. Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие и ввергли свой народ в обитель погибели, гиенну, в которой они будут гореть? Как же скверно это место пребывания. Они признавали равных Аллаху, чтобы сбить других с его пути. Скажи, пользуйтесь благами, но ваш путь лежит в огонь. Скажи тем из моих рабов, которые уверовали, чтобы они совершали намаз и расходовали явно и тайно из того, чем мы их наделили, пока не наступит день, когда не будет ни торга, ни дружбы. Аллах, тот, кто создал небеса и землю, не спослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по его воле, подчинил вам реки, подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину человек несправедлив и неблагодарен. Вот Ибрахим сказал, «Господи, сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам». Господи, воистину они ввели в заблуждение многих людей. «Тот, кто последует за мной, относится ко мне, а если кто ослушается меня, то ведь ты, прощающий, милосердный». Господь наш, я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у твоего заповедного дома. Господь наш, пусть они совершают намаз. Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, быть может, они будут благодарны. Господь наш, тебе ведомо то, что мы утаиваем и то, что мы обнародуем. Ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах. Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет Исмаила и Исхака. Воистину, мой Господь внимает мольбе. Господи, включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз. Господь наш, прими мою молитву. Господь наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет. Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены, переполнены страхом и лишены всех иных чувств. Предостерегай людей от того дня, когда к ним явятся мучения. Тогда те, которые поступали несправедливо, скажут, «Господь наш, дай нам отсрочку на маленький срок, и мы ответим на Твой призыв и последуем за посланниками». Им будет сказано, «Разве раньше вы не клялись, что не покинете земной мир? Вы обитали в жилищах тех, которые были несправедливы к себе. Вам было ясно, как мы поступили с ними, и мы приводили вам притчи. Они строили свои козни, но их козни были у Аллаха, а ведь козни эти могли сдвинуть горы или не могли сдвинуть горы». Не думай, что Аллах нарушает обещания, данные своим посланникам. Воистину, Аллах могущественный, способный на возмездие. В тот день земля будет заменена другою, равно как и небеса, и они предстанут перед Аллахом, единственным, могущественным. В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи. Их одеяние будет из смолы, а их лица будут покрыты огнем. Аллах воздаст каждой душе то, что она приобрела. Воистину, Аллах скоро в расчете. Это послание к человечеству. Пусть их увещевают им, и пусть они знают, что Он – единственный Бог, и пусть задумаются, обладающий разумом. Субтитры создавал DimaTorzok